История Самары – начало 20 века, написанная маслом известным художником Александром Бакановым. От натюрморта до городских улиц и волжских просторов. Каждая картина – это не просто произведение искусства, это история отдельного уголка Старой Самары. Мастер, прежде чем браться за кисть, тщательно изучает старые фотографии, документальные архивы, гуляет по центру. И буквально переносится в эпоху индустриализации, ренессанса и модерна в Самаре. Это вообще тема надолго, может быть, на всю жизнь. Самарские летописи, я, так сказать, смоготовую очень большую, таким длинным. Потому что нельзя, чем больше этот материал погружают, тем больше открытий и больше интереса к этому. То есть это уже перестает быть вот такой какой-то трактовкой, хронологией. Это выстраивается атмосфера. И событийный ряд, он уже не датный, не хронологический. Он уже скорее какой-то по ощущениям. Я обязательно регенерирую, то есть создаю какую-то жизнь, пытаюсь оживить эту среду, тот участок нашего города, интересный, значимый, событийный, живой. И населить его людьми. Герои живописных рассказов Александра Баканова и простолюдины, бурлаки-крючники и высшее сословие, градоначальники, губернаторы, императоры. Коснулась кисть мастера и темы прибытия Александра II в Самару. Хорошо получаются и натюрморты. Через предметы быта и обиходы посетители выставки в одно мгновение переносятся в прошлое. Здесь мне что нравится, вот как бы чувствуется этот собственный взгляд художника. И мне он симпатичен, он мне нравится, да. Вот и я осматриваю эти картины, любуюсь и получаю удовольствие. 11 картин Баканова из серии «Самарские летописи» выставлены в залах Русского географического общества. Выставка посвящена 165-летию Самарской губернии. Будет работать до конца октября в будни по вечерам, в выходные, начиная с полудня. Удивительный художник, удивительные картины нашей родной территории, картины глубокого содержания, великолепного качества и художник достаточно известный. Картины выпускника Самарского художественного училища из серии «Самарские летописи» представлены в главном зале Московской Третьяковской галереи, находятся в частных коллекциях, в том числе у патриарха Русской Православной Церкви и президента России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Сергей Кизоркин. Сергей Кизоркин. Сергей Кизоркин. Сергей Кизоркин. Сергей Кизоркин.